Приветствую коллеги, хочу вас познакомить с человеком, он всю жизнь, сколько это, 16 лет на стройке, из них где-то, сколько лет ты в Польше находился? 6 лет. 6 лет в Польше, поэтому живой свидетель, очевидец, который вот прямо, прямыми глазами, так сказать, напрямую вам расскажет без всяких прикрас, как оно есть, то есть подводные камни, плюсы-минусы, стройка в СНГ, стройка там, в Польше, ну ты где-то еще работал? В Европе. В Европе, короче, ребята, знакомимся, я думаю, будет интересное видео, поэтому мы все проспрашиваем, никакой подготовки, все живое, знакомьтесь, привет. Привет, ребята, меня зовут Сергей, стройкой занимаюсь давно, ну и сразу хочу сказать, что, ребята, это сезонная работа, у нас сейчас лето много работает, цены мы не поднимаем, поэтому и заказчик этим пользуется, ну, это вам решит, сколько вы можете заработать за сезон, или же вы будете работать и потрачиться, и приходить домой в 11-12 ночи, не видевши семью, ну, или же поднять цену, но заказчик понимает, что он арендует не только наши руки, но и ум, и инструмент, а за это никто платить не хочет. Ну, в Европе еще одно, если у кого есть возможность свалить в Европу, уезжайте, потому что еще здесь 2-3 года, ничего не будет хорошего, уже даже людей просто кидают, ну, недоплачивают, соглашаются с какими-то недоработками, их можно исправить, у заказчику это неинтересно, ему лучше не доплатить, а потом найти какого-то пьяницу, и он ему будет ходить неделю что-то поправлять, и в итоге он все равно будет недоволен. В Европе за хорошую работу тебя похвалят, а у нас сделаешь хорошую работу, ищут к чему придраться, делайте выводы. Ну, этот, ребят, хочу сказать, это его личное мнение, поэтому каждый имеет свою голову на плечах. Расскажи, как ты попал в Польшу, где ты работал, в какой сфере? Ты на фирму работал или напрямую на пана? Работал, работал на фирме. Какими видами работы занимался? Полностью отделка под ключ, ну, там более усовершенствовал свои навыки, ну, сейчас для меня любая работа, в принципе, за хорошие деньги готов вложить не только ум, но и душу. Хорошо, вот ты работал здесь у нас в Бресте, занимался строительными работами, приехал в Польшу. Насколько тебя сразу поразило там технологии, отличия, инструменты, материалы? Мы отстаем от Польши на лет 7-8. То же самое взять эти монолитные дома, что сейчас клепают. В 2004 году Европа это уже во всю занималась. У нас манипуляторы появились, частные манипуляторы появились у нас где-то. В 2006 году, может, были единицы. А в Европе это давно, ну, бизнес. Так же, как и сухопрессованные станции, так же, как и евроокна у нас появились. Евроокна, штукатурка, шпаклевка, все со станции. И все профессиональным инструментом и материалом. Хорошо, какое твое отношение было? Ну, вернее, к тебе отношение, как к русскому, к русскоязычному? Насколько тебе было тяжело адаптироваться? Нет, ну, русские, я же не русский, а белорус. Русских они недолюбливают, но боятся. А белорусы это сразу вспоминают про нашего батька. Ну, и смеются, просто смеются. И этот налог на тунеядство тоже смеются. То есть, они все в курсе, они все знают? Конечно. Сайт Харти у нас заблокирован, а там, пожалуйста, там читаешь новости, все, все. Ну, насколько тяжело было адаптироваться? То есть, как тебя приняли, ты в сообществе поляков работал? Как они к тебе относились? Ты был молодой, тебе там было 20 лет? Если знаешь язык, ну, не в совершенстве, с каким-то там акцентом, ну, и надо шутить, постоянно шутить. Все переводить в шутку, тогда не будет ни агрессии, никаких конфликтов, ничего. Что-то не знаешь, идешь, спрашиваешь. Ну, хорошо. Что еще могу спросить? Вот, а где ты жил, условия быта? Вот, ну, вот, просто человек приезжает в Польшу, как вот ему обустроиться? Гостиница, снимали гостиницы, или же... То есть, ты не один был еще, какие белорусы были? Хоспис называется, или как? Хостел. Хостел, хоспис, ну, смотря где, как, хостел и нет. Да, нормально относится. Главное, не лезть на рожок, когда выпьешь, например, или где-то на дискотеке, показывать свое «я». Будь человеком, и тебя все поймают. Хорошо, бытует мнение, что наши заказчики, они более требовательные, они более такие педантичные, перфекционисты. А что вот в Польше, там должно быть ровно, просто, аккуратно, или вообще в Европе, потому что там почасовая вот как-то, или там к качеству более спокойно относятся? Ну, вот так вот, личное наблюдение. Все зависит, сколько тебе платят. Если тебе платят 10 нотых в час, например, то себя никто не будет требовать этого качества. Это сколько в долларах? В долларах, скажи. Ну, 3 доллара в час. А если тебе уже платят от 5 и больше долларов в час, ну, то есть, делай работу свою не спеша, но делай ее хорошо, ну, правильно. Только так можно добиться результата и какого-то уважения. А вот сейчас, на сегодняшний момент, вот я знаю, что ты в Австрию собираешься, ты помимо Польши еще где-то работал? Нет, только Польша. Ну, а сейчас на каком развитии, вот к чему двигается? Вот говорят, поляки уезжают в Швецию, в Англию работать, приезжают туда рабочие силы украинцы, белорусы, молдаване, болгары. То есть, как, что на это скажешь? В бюджет республики Польша забита даже такая строчка. Если на работу не приедут белорусы и поляки именно в Польшу, ну, то ихнее ВВП пойдет, пойдет и пойдет. То есть, в новостях говорят, наверное. Ну, вообще уровень жизни, вот что ты можешь сказать, вот такой вот независимый, низшие слои общества, ну, можем сказать, которые за грани чертой бедности. Или там все-таки подразделено все-таки. Бедных там нету, там нету бедных, там есть только пьяницы и наркоманы. Ну, это уже отдельная история. Если человек умеет работать и хочет заработать, все у него получается. За зарплату можно купить машину, за вторую зарплату можно купить еще одну машину. Ну, то есть, у нас эти машины стоят по 2-3 тысячи. А там человек просто наполомалось, он ее сдал на шрок, он ее не ремонтили. В каждой сфере нужно уметь. То есть, если ты вкладываешь немножко себя, все получается. И заказчик доволен, и у тебя хорошее настроение. Нужно ходить на работу, вот как ты говоришь, не то что там с любовью, а ну, идешь, потому что умеешь это сделать. Сделаешь хорошо, и тебе за это хорошо заплатят. Ну, а вообще там бывают, ну, были в твоем случае вредные заказчики, или там где-то недоплачивали, может быть, пытались обегорить. Если сделаешь хорошо, платят больше, чтобы ты потом еще к ним приехал. То есть, всегда, ну, бутылочка там хорошей водки, поесть. Сколько часовой рабочий день там? Сколько хочешь, столько работаешь. Только если уже был замечен, что ты работаешь больше 10 часов, и у тебя уже другое качество, тогда сам заказчик говорит, нет, я тебе больше не заплачу, потому что, ну, ты устал, уже лучше отдыхать, чтобы завтра с нормальной головой прийти на работу. Суббота, воскресенье, выходной, или там по желанию? Ну, по желанию, но воскресенье все в костюм, но мы, белорусы, бывало такое, что и работа, когда сроки ставили. Ну, на сегодняшний момент, ты себя видишь в Европе, или ты все-таки? Да, да, да. Вот и сейчас, поэтому... Ребята, если будет желание работать в Европе, я сейчас еду на реставрацию, звоните Славе, я со Славой буду держать контакт. Я могу под видео ставить твой телефончик, если кому интересно будет, ссылочку под видео, если хочешь. Ну, я вот в июне, в июле еду на две недели, потом приезжаю, ну, в принципе, можно было созвониться. Я понял, хорошо. Скажи, вот есть такое мнение, что в Европе скромно, стараются скромно жить, то есть все стараются чем поскромнее, то есть они без всяких шиков. Вот действительно ли есть такое, или же по-разному? Присутствует, конечно, присутствует, но если заказчик построил уже не первый дом, он в каждый дом, ну, более как-то не то, что под себя. Ну, выпускаются там, например, новые коллекции плитки, новые декоративки, применяется. Все это, все стремятся жить не то, что по карману, а немножко где-то шикануть. Ну, как у нас говорят, здесь плитку давай другую положим, здесь никто не видит. У нас все делается, у нас показуха. Но нашими силами, нашими нервами, ну, и, к сожалению, очень дешево. А там, если он сказал, это будет стоить столько, он не будет больше так делаться. Ну, хорошо, такой вот момент. У нас в нашем государстве все под себя подмяло государство, хотя это ненормально, ему все трубят, все говорят об этом, дайте инициативу частному бизнесу. В Европе, в Польше, там все отдано в частные руки, в том числе и земли, воеводство и так далее. То есть, насколько это дало свои плоды и как ты вообще это видишь? Ну, это просто, как это правильно выразится, занимайтесь чем хотите, платите налоги, работайте, вот вам, пожалуйста, все, только работайте. И на этом все выигрывают. Вот поэтому там... Все заинтересованы. Кто-то садит голубику, кто-то сдает в аренду землю, кто-то еще что-то. Ну, налоги, да. Ну, что, скоро у нас будет сто процентов за ЖКХ, ну, и мы тоже будем плакать. Поляки от радости, а мы от бедности. Ну, ясно, хорошо. Ну, расскажи, может, есть какие-то были форс-мажорные или интересные, смешные ситуации? Может быть, там не с тобой, там с какими-то там... Укладывали, укладывали, нет, не укладывали, а делали стенки, перегородки. Ну, и уже говорю заказчику, все, я уезжаю, вот, вот наш объект, работа сделана, пришли уже поляки-плиточники. Побежал, взял уровень, два с половиной поляк, заказчик, побежал, ну, к заказчику, которого я работал. Раз там, раз там, раз там, нашел где-то бугор. На плитке? Нет, нет, на гипсокартоне. На стенке. Ну, и зовет меня, такой уже довольный, чтобы меньше заплатить. И плиточника зовет тоже, поляка. Вот, смотри, тут криво. Я достаю 20 токсоксармана, даю плиточнику, решишь вопросу? Вопросов нет. Ну, все. Заказчик приятный вопрос. Ты прямо на их глазах был, молодец. Мы работали с поляками, ну, нормально. Бывало такое, что надо было и денег найти, так как заказчик не приехал. Находились деньги, рассчитывал. Ну, как-то получалось. Пять человек, подчинение получалось, но мы делали самый ответственный вопрос. Все довольны. Самое главное, стараться качественно выполнить и так далее. Сейчас ты, я знаю, едешь, реставрация замков, реставрация историко-культурных ансамблей, костелов. То есть, вот именно сейчас конкретно едешь. Чем тебе эта интересна работа, что тебя в ней привлекло? И что ты от этого ожидаешь? Да, нельзя, нельзя спешить и нужно вложить в себя. И потом, когда-нибудь, ну, может, даже на твоем канале покажем, что и как это получилось. Добро. Хорошо, спасибо тебе большое. Ребята, под видео оставлю. Не зачтите за рекламу. Телефончик, кому интересно, может кто-то без работы. А кто-то хочет себя в Европе, так сказать, увидеть. Ну, как увидеть, может, поработать. И еще один момент. Вообще, ребята, если нет работы, я доступен. В принципе, могу каждому предложить работу. Постоянно мне звонят, я не знаю, кому отдавать. Только хотелось бы, чтобы работу выполнял не тот человек, который хочет рвач, вот так назовем. Сделать быстрее, а качество не интересует. Меня, в первую очередь, интересует качество. Потому что я отдавал работы, потом приезжал, краснел, переделывал. Ну, и в итоге, ну, хреновая реклама получилась. А теперь просто, ну, отказываюсь от работы. А работы море. Так что звоните. Славе мне. Худя помогает друг другу. И поднимайте цены. Сезон. Это да. Все, всем пока. Все, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok